На Красной Поляне в Сочи продолжаются заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». На полях события наш корреспондент пообщался с экспертом из ЮАР, который выступает против единой для всех западной модели. По его мнению, все страны мира по-прежнему делятся на эксплуататоров и эксплуатируемых, и он считает это несправедливым. Нам, скорее всего, нужна некая открытая система, в которой бы голос глобального большинства звучал громко и ясно, в котором было бы место для глобального большинства. То есть мы, скорее, за это сложное многообразие, где есть место для всех. Но мы не за то, чтобы следовать диктату коллективного Запада. Поэтому я думаю, что страны Азии, Африки, Южной Америки едины в том, чтобы противостоять этому давлению и противостоять этим санкциям. Получается, если бы они присоединились к этим санкциям, они бы служили интересам тех, кто, в свою очередь, их интересы не уважает. Мы буквально живем в ситуации неоколониализма и большого, очень сильного неравенства в мире между разными странами. И если мы говорим об источниках и движущей силе такого неравенства, то один из главных — это превращение долларов в оружие. И если доллар используется в качестве резервной валюты, этой ситуации постоянно злоупотребляют. Поэтому, конечно, мы не должны позволить этой ситуации развиваться в будущем, если мы хотим все вместе жить на нашей планете.